Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы опять стоим на пороге. На пороге года, когда один уходит, а другой наступает. И это в прямом и переносном смысле наступает, потому что с каждым годом мы получаем новый набор возможностей, новый арсенал ситуаций, обстоятельств, итогов жизни. Потому что посевы в течение предыдущих лет сеял каждый. Понимал это или нет, но они были. Почва нашей жизни, страницы нашей жизни записывались. И эти посевы, они начинают сходить через определенный промежуток времени. И поэтому каждый год у нас есть какой-то урожай, который мы собираем за предыдущие дни и даже лета. И сейчас, когда мы стоим на пороге завершения человечества в том формате, которое нам известно на планете Земля, то время, отпущенное на старте человечества, подошло к завершению. Это как линия времени, которое имеет старт, имеет финиш. У Бога нет ограничения времени. Он вне времени и вне пространства. Пространство и время в том виде, как мы сегодня это понимаем, появились в момент творения, когда Бог назвал такую удивительную, известную всем фразу «вначале». Так вот, вначале это и был старт того мира, в котором мы с вами живем. Да, он видоизменился после потопа, но, однако, основные состояния его сохранились. И поэтому сегодня хочу каждому из нас, и себе в том числе, сделать напоминание о ценности времени. И поздравить пониманием текста Писания, которое написано в послании Ефесянам. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Но это продолжение определенного стиха, поэтому я вернусь сейчас наверх, чтобы видеть, какое предостережение апостол Павел говорит христианам. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Мы помним мудрые девы и неразумные девы. И там была. Разница в том, как люди распоряжались временем, распоряжались тем знанием, которое у них было. Они понимали, где брать масло, но не считали важным в этот момент запастись маслом. А одни, наоборот, считали это важным. И не тратили время напрасно. И поэтому, когда затрубила труба, они смогли поправить светильники и быть готовыми. И поэтому хочу сказать, друзья, каждому из нас, мы не знаем ни дня, не часа. Но мы точно знаем, что событие это будет. Потому что Иисус предупредил и сказал, что он будет забирать готовых с собой. Но готовность определяется Богом, а не нами. У нас тоже есть необходимость и возможность это делать сейчас в ту степень, в которой мы понимаем. И потому апостол Павел предупреждает. Итак, смотрите. То есть это предостережение, он повторяет, которое когда-то сказал Христос. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Итак, друзья, зная, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная на каждый период жизни и на каждый сезон человечества, у него есть его воля, находясь в которой мы становимся безопасными и, естественно, подготавливаемся к самому важному моменту жизни, к переселению. Поэтому я желаю, чтобы мы с вами сегодня могли просмотреть свою жизнь и подобно Моисею сказать, научи нас так в числе дни жизни нашей, чтобы приобрести сердце мудрое. И сейчас именно эту молитву хочу с вами произнести с учетом ценности этого ресурса. Время конечно. Мы на финише завершения времени. И поэтому, находясь на этой линии, так важно получить от Бога мудрость, но ее получает тот, кто просит, кто понимает, что в этом есть необходимость. И мы пусть будем вместе с вами в этом числе. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мудрость, она действительно востребована людьми, которые осознают значимость времени. И мы хотим быть в этом числе, чтобы мудрость Дев, она была соединена также и с маслом, с наличием масла, которое нам надо заполнять сосуды уже сейчас. И времени остается совсем немного, и поэтому пусть Новый Год жизни и вступление в Новый Год нас не расслабит, и мы не станем неразумными в этот период, а наоборот сосредоточимся на главном. И будем молиться к Тебе, и молимся уже сейчас. Возлюбленный Господь, научи нас исчислять дни, исчислять часы, исчислять минуты, так, чтобы приобретать сердце мудрое. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья, и поздравляю вас с Новым Годом, предлагаю задуматься о том, сколько же дней ты прожил на земле. Количество лет ты точно знаешь о дней. И после этого считай дни. И заботься о том, чтобы каждый день был наполнен содержанием неба. Всего доброго, до новых встреч, с праздником!